здравствуйте дорогие студенты сегодня наша лекция посвящена заболеваниям поджелудочной железе острому проблеме острого анкреатита начиная лекцию я хочу вспомнить слова алексея дмитриевича толстого который сказал о поджелудочной железе следующий прекрасно как ангел небесный как демон коварные зла действительно орган очень красивый но заболевание которые развиваются в данном органе то есть острый панкреатит протекает очень тяжело и поэтому толстой его сравнивал с демоном как любое хирургическое заболевание мы должны с вами коротко вспомнить анатомию поджелудочной железы поджелудочная железа состоит из следующих состоя из следующих частей это головка поджелудочной железы тело поджелудочной железы и хвост поджелудочной железы анатомически также нас интересует кровоснабжение поджелудочной железы головка поджелудочной железы кровоснабжается четырьмя панкреатоду аденальными артериями это верхние панкреатоду аденальной артерии передние и задние которые отходят от артерии гастродуаденализ, нижние панкреатодуаденальные артерии, которые отходят от верхней брежеечной артерии. Тело и хвост поджелудочной железы кровоснабжаются короткими артериями, которые отходят от артерии лиенализ, то есть от селезеночной артерии. Тело и хвост поджелудочная железа является смешанным органом, то есть он выполняет как внешнюю, так и внутреннюю секрецию. Внутренняя секреция вырабатывает всем нам известные гормоны – инсулин, глюкогон, каликрины, липокенин. А наружная секреция выделяет панкреатический сок, который участвует в процессе пищеварения. Из курса биологической химии мы все знаем, что ферменты, которые содержатся в соке поджелудочной железы – это трепсин, расщепляет белки до аминокислот, амилазом альтаза расщепляет углеводы до простых сахаров и глюкозы, и липаза расщепляет жиры до глицерина и жирных кислот. Какие особенности острого панкреатита? В чем же заключается тяжесть данной патологии? Во-первых, нужно сказать, что заболевание поджелудочной железы, в частности острый панкреатит, имеет ряд своих специфических особенностей. Многие моменты диагностики в лечении данного заболевания не соответствуют многим хирургическим стандартам. Что такое острый панкреатит? Если мы возьмем понятие острым хирургическим заболеванием, например, острый аппендицит. На первом курсе, когда мы изучали латинский язык, мы говорили острый панкреатит, то есть острый аппендицит – это острое воспаление червеобразного отростка. На четвертом курсе, когда мы начали проходить предмет факультетскую хирургию, мы будем говорить об остром аппендиците следующее. Это острое неспецифическое воспаление червеобразного отростка. Возьмем термин острый холецистит. Значит, на первом курсе предмет латинского языка мы говорили острое воспаление желчного пузыря. На четвертом курсе острое неспецифическое воспаление желчного пузыря. Если будем экстраполировать это к понятию острого панкреатита, у нас получится такой термин. На первом курсе это острое воспаление поджелудочной железы, а на четвертом курсе предмет факультетской хирургии – это острое неспецифическое воспаление поджелудочной железы. Но на самом деле формулировка иная. Острый панкреатит – это острое воспаление поджелудочной железы, в основе которого лежат дегенеративно-воспалительные процессы, вызванные аутолизом ткани железы собственными ферментами. Это первая особенность острого панкреатита, то есть формулировка не соответствует тем стандартам, которые имеются в хирургии. В основе патологического процесса лежит аутолиз. Если любое воспалительное заболевание начинается вначале с воспаления, а потом развивается деструктивный, то есть дегенеративный процесс, то при остром панкреатите наиболее чаще вначале возникает дегенеративный, а только потом уже воспалительный процесс. Это еще одна особенность острого панкреатита. До 1992 года существовало очень множество классификаций данного заболевания. Только лишь на территории нашей республики существовало несколько классификаций, несколько рабочих классификаций. И в 90-е годы возникла такая ситуация, что многие специалисты не понимали друг друга, когда вопрос касался острого панкреатита. В 1992 году в Соединенных Штатах Америки в Атланте была принята классификация, которая называется Атланта-92. Согласно данной классификации, различают 6 форм данного заболевания. Это отечный панкреатит, стерильный панкреатит, который по течению бывает легким и тяжелым, по распространенности это ограниченным и распространенным, инфицированный панкреатит, острые скопления жидкости, панкреатическая киста и панкреатогенный абсцесс. Это морфологическая классификация острого панкреатита. К этой классификации мы еще с вами по ходу лекции вернемся. Единственным недостатком данной классификации является то, что эта классификация не отражает фазность течения заболевания. И филинам было предложено распределять течение, в течение острого панкреатита выделять следующие фазы. Это ферментативная фаза, первые 5 суток с момента заболевания. Реактивная фаза, это до 14 суток заболевания. После 14 суток наступает фаза секвестрации. Четвертая фаза, это фаза исходов. Именно благодаря вот этой классификации Атланти и филина на сегодняшний день существуют четкие стандарты в лечении данной патологии. Множество классификаций способствуют тому, что существует много форум, то есть много патогенетических схем развития острого панкреатита. Наиболее соответствует классификации Атланты патогенез острого панкреатита, который предложен санкт-петербургским хирургом Авдодинка. Согласно его патогенезу, экзогенные и эндогенные причины развития острого панкреатита в первую очередь способствуют развитию биохимического компонента данного заболевания, то есть стимуляция гормонов желудочного тишечного тракта, активизируются ферменты, в результате чего развивается отечный панкреатит. Процесс прогрессирует, я не буду подробно останавливаться на всех биохимических процессах, которые происходят в поджелудочной железе при развитии острого панкреатита, остановлюсь лично на основных моментах. Добавляется иммунологический компонент, избиток фермента способствует тому, что происходит изменение биохимизма тканей и нарушается целостность тканей поджелудочной железы, в результате чего развивается ишемия органа и развивается некроз клеток поджелудочной железы, в результате чего развивается стерильный панкреатит. И только лишь при добавлении микробного компонента, микробного компонента, развивается инфицированный или гнойный панкреатит. Какие же пути развития, попадания микробов в поджелудочную железу? Конечно, это стандартные пути попадания инфекции, это гематогены, лимфогены, но наиболее чаще это в результате восходящей инфекции. В результате восходящей инфекции через фатера, сосок, по вирсуму протоку может попадать инфекция. Ну и немаловажным компонентом, то есть немаловажным фактом, который способствует трансформации стерильного панкреатит в инфицированных, это является хирургический фактор. То есть интраоперационно хирург способствует тому, что попадает инфекция в поджелудочную железу, то есть оперируя в случае стерильного панкреонекроза, хирург способствует тому, что попадает инфекция и развивается инфицированный панкреонекроз. На сегодняшний день принципы лечения острого панкреатита очень дискуссионные. Дискуссионность данной проблемы заключалась в том, что многие исследователи, которые не полностью согласны с предложенной классификацией Атланты, не считаются с теми принципами, которые обоснованы данной классификацией. На сегодняшний день основным принципом лечения острого панкреатита является основным понятием, это максимально консервативная терапия, максимально консервативная терапия, что нашло свое отражение во многих исследованиях. Это гайдлайнсы, это гайдлайнсы на этих стандартах в конце лекции, я коротко остановлюсь, множество конференций, это современные принципы лечения острого панкреатита, которые представлены в национальных клинических рекомендациях Российской Федерации. Множество конференций, на множествах конференциях обсуждаются вопросы тактики лечения острого панкреатита. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...